добрый день дорогие друзья с вами капля продолжаем говорить об отверженности если действие этого духа действия вот вот это действие оно очень распространено в мире действие духа отверженности в мире он достаточно обыденный люди сталкиваются с этим каждый день на работе в школе где бы то ни было мы постоянно либо белые вороны либо мы тайные какие-то люди которых просто никто не замечает я называю человек невидимка то когда мы говорим о церкви у многих возникает несколько ну таких достаточно сильных серьезных вопросов во первых может ли вообще этот дух действовать в церкви и церковь это святое место церковь это место где присутствует господь и если господь присутствует в церкви то какое место духу отверженности к сожалению дух отверженности присутствует церкви и никаким образом присутствие божье не влияет на это потому что церковь это наше с вами присутствие это я и ты и мы с вами можем быть наполненными этим горечью злобой обидой непрощением завистью и так далее так далее так далее очень многие послания которые пишет апостол павел в своих письмах церквям они говорят о том о чем мы должны освободиться он пишет это верующим людям мы приходим церковь и мы приносим туда то чем наполнены если у нас нет нашей тайной комнаты либо это достаточно редкое явление если мы не говорим с богом если у нас потерялась вот это постоянная хорошая устойчивая связь с небесами то мы можем быть наполнены чем угодно если вы человек опасающийся за свое положение в церкви то вы вполне можете быть катализатором этого духа как впрочем и целью не играет роли дьявол никогда не переставал целиться в церковь и она сто процентов уверен в том что никогда не перестанет но церковь это мы в другом как бы варианте вопроса говорится о том что мы все братья и сестры мы все друг друга любим и мы все друг друга прощаем и поэтому мы не даем место дьяволу но подождите писание говорит не давайте место дьяволу подразумевая что мы все-таки это делаем я на сто процентов уверен что мы не являемся совершенными и кого-то не любим с кем-то у нас очень натянутые отношения мы не являемся к сожалению большому к огромному сожалению мы не являемся монолитным сообществом людьми которые друг за друга стоят только потому что мы дети божьи мы выбираем тех кто нравится мы дружим с теми и общаемся с теми кто удобен мы служим с теми кто не создает проблем к сожалению тенденция последнего времени которую я наблюдаю особенно высших церковных эшелонах избавляться от тех людей которые создают проблемы писание говорит мудрый соломон говорит много навоза стоили когда у тебя есть валы но очень много прибыли от силы валов церковные боссы стараются окружить себя людьми которые не создают проблем не производят навоз но от них не так много пользы как от тех людей которые создают проблем нам не нужно бояться этого и вот это знаете она не просто создает почву до для действия духа отверженности в церкви но рождает потому что очень сложно избавиться от человека если за ним нет ничего никого компромат поэтому нужно создать и выдавить его из служения или сообщение к сожалению церковь на сегодняшний день не представляет из себя то тело которое хочет видеть иисус мы боремся за власть за справедливость за жизнь и за прочие вещи мы дорожим тем чем не дорожили отцы наши они не дорожили своей свободой они не считали свою жизнь чем-то более важным чем верность иисусу христу они не считали что семья является панацеей от всех проблем они верили и вверяли себя богу поэтому наверное сообщество церковное сообщество 50 лет назад было более монолитным чем сегодня